Воспитывая мальчика, воспитываешь мужчину. Воспитывая девочку, воспитываешь нацию. Привет, я Даша. И сегодня я делаю тег под названием «Я-видео-блогер». Что лично вам дают YouTube, а что отнимает? Отнимает у меня YouTube только время. Но это нормально. Всё отнимает время. Дает очень много и полностью компенсирует то, что отнимает. Он не даёт общения, он не даёт людей, которым интересно то же самое, что интересно мне. Он не даёт речь. То есть лучший способ изменить свою речь, лучшую сторону – это постоянно прослушать себя. И так как во время антажа я постоянно это делаю, то, соответственно, речь у меня улучшается. И мимика, и манера говорить, и всё, и так далее. Поэтому YouTube мне даёт очень-очень многое. Сильно ли вы переживаете из-за негативных отзывов на канале? Вот что я думаю о негативных отзывах на моём канале. Нет, правда, я не вру. И пользуюсь случаем. Хочу моё мнение высказать о видеоблогерах, которые чуть что, вот сразу же просто закрывают доступ к каналу. Я знаю очень много топовых видеоблогеров, которые буквально, да не то, что критика какая-то, пусть даже адекватная, вот просто человек не согласен, ну пусть с тем рекламируют какие-то тени, да, в видео. И комментарии, что, а мне тени не понравились, типа, что мне больше нравится, где-то, где-то, вблог. Я вообще не понимаю, за что. И ещё есть другая крайность, она ещё хуже, чем блокировка. Когда просто из видео в видео человек постоянно непрерывно жалуется на троллей. Ну, зачем? Я не понимаю. Я понимаю троллей, я не понимаю видеоблогеров, которые жалуются на них. Смысл? Пожалейте меня, бедную несчастную? Не делайте так больше, тогда отроли-то в ответ. Надя вот так, и вот так, э-э-эй, на меня смотрят тёлки. Зачем? Я вчера даже от одной такой девушки отписала, мне просто надоело юнутьё. Я прошу прощения за грубое слово, но правда, до такой степени надоело. Просто, например, когда я слышу подобные жалобы, у меня сразу какое-то настроение портится просто на весь день потом. Как бы я эмпат, очень легко принимаю любое настроение. И мне просто человек со своего канала распространяет негатив. Я к таким людям отношусь гораздо хуже, чем к троллям. Вот поверь мне. Опишите своего среднестатистического зрителя. Ну, это человек, которому нравится читать. И нравится в чём-то косметика или смотреть на косметику. Это не обязательно девушка, хотя в своих видео я обращаюсь на «ты» в женском комароде чаще всего. Вот. Это и парни, конечно, но визуально я себе это никак не представляю. Но, несомненно, это все очень добрые и милые люди. Что может заставить уйти с Ютьюба? Бывали ли уже подобные мысли? Нет. Я снимаю уже больше года, наверное. Да, год и пару месяцев. Но у меня даже никогда мыслей не было просто отдохнуть от Ютьюба, взять отпуск, я не знаю, на какое-то время. Нет, я больна Ютьюбом так же, как и в первые дни недели начала вести свой канал. Я такая же на этом повёрнутся. Стараюсь хотя бы два раза в неделю как минимум выкладывать видео. Поэтому думаю, что когда-нибудь мне захочется, я не знаю, что должно произойти, наверное, апокалипсис какой-нибудь. Я должна выйти замуж, а не дать ребёнка. И вот тогда, наверное, у меня совсем не было на это времени. Вот тогда я, да, наверное, тогда я могла бы взять отпуск. Кого из блогеров-коллег вы бы хотели увидеть лично и пообщаться? Я человек-стесняшка, я импровер, причём запущенная стадика какая-то, глубочайшая. Одно дело хотеть, и другое дело... Ну, я стесняюсь. Я бы, нет, я бы не хотела, наверное, потому что я очень стесняюсь. Я бы чувствовала себя неловко. А, ещё и жуткое молчунье. Я как-то вживую с людьми общаюсь, я вообще... Вообще жуткое молчунье слово из меня. Не вытянешь, и... Нет, я бы не хотела. Хотя, конечно, очень многих девочек я люблю, и... Если бы не моё стеснение, то да. Ну, нет, я стесняюсь. Если бы исчезли все каналы, и вы смогли бы смотреть только одного блогера, кто бы это был? Не хотела бы называть имён, но... Чтобы никого не обидеть, но среди популярных... Тут я могу назвать имён, потому что мало кто с этим человеком, это Кэт Клэп. А из книжных бабочек... Вот здесь боюсь кого-то... Вот здесь кого-то я боюсь обидеть. Ну, мало ли кто-то рассказывается, что я не его имя назвала. Поэтому я просто дам наводку, что тот человек, по которому я веду речь, он бы порадовался. В его имени, если писать латиницей, есть подкова. Вот так. Пересматриваете ли вы свои видео? Нравитесь ли сами себе в кадре? Нет, пересматриваю я себя только в одном случае. Монтаж. А вот так просто... А пойду-ка я посмотрю, что я там рассказывала о книгах июня... Там, я не знаю, 12-го года. Нет, такого нет. В кадре я себе эпизодически нравлюсь, эпизодически не нравлюсь. То есть, зависит от настроения, от того, как удачно я себя украсила в этот день и от многих других факторов. Считаете ли вы, что все блогеры втайне мечтают попасть на телевидение? Вы лично к этому стремитесь? Ну, если вспоминать о шоу Ирэн Влади, то так и напрашивается ответ «Да, я считаю». Но на самом деле, не все же. Что касается меня самой, ну, наверное, это был бы интересный опыт. Насчет постоянки на телевидении не берусь судить, потому что я не знаю, каково это, поэтому и боюсь судить об этом. Если у вас есть время на что-то одно, вы предпочтете снять новое видео, почитать или что-то еще? Конечно же, я почитаю. Даже, я думаю, даже комментируете, если вам этот ответ нет необходимости. Что бы вы сами пожелали себе и своему каналу? Очень просто. Все помещается в одно или в единственное слово. Успехов! И тебе успехов! Пока!